Здравствуйте, уважаемые шашисты! Вчера состоялся чемпионат Пермского края по молниеносной игре в русские шашки среди мужчин. Я поучаствовал в этом чемпионате и, несмотря на моё непростое физическое состояние, я вчера не выспался. Поэтому всем рекомендую перед ответственными соревнованиями, перед партиями обязательно хорошо высыпаться. Голова натужно соображала, в первой партии даже проиграл, как говорится, пропустил мат в два хода, что называется. Ну, ничего страшного бывает. Во второй партии отыгрался, всё-таки взял себя в руки, соперник ошибся, смог и освести микроматч в ничью, а затем в дальнейшем выиграл все оставшиеся микроматчи. В итоге занял первое место, грамота, медаль мне дали, как говорится, всем медали, а нам педали. Ну, вчера и педали тоже получил, проехался на велосипеде, как говорится, опять скрипит моё потёртое седло, и ветер холодит былую рану. Получил, как говорится, и педали, и медаль, пустячок, а приятно. Второе место занял мастер спорта Андрей Патрушев, тоже вчера было у него не совсем в лучшей форме он находился, то есть приболел, даже хотел сняться с чемпионата, но всё-таки доиграл до конца. Третье место занял Игорь Песков, серебряный призёр чемпионата России среди инвалидов по русским шашкам. И сегодня, друзья, мне хочется привести две учебных партии, как раз с Андреем Патрушевым. Ну, ещё раз скажу, что, во-первых, играли в Блиц, времени на обдумывание всего 3 минуты, и, кроме того, Андрей тоже приболел, ещё раз скажу, да. Но партии интересные. В первой партии выпала следующая жеребьёвка. Обязательные ходы ЖФ4, БА5. Андрей сыграл СД4. Я разменялся, я играл чёрными. Естественно, лучше развивать свою отсталую шашку, и белые, и чёрные развивают свои отсталые шашки. АЖ7. Ну, и здесь, возможно, два варианта. Либо АБ4, либо ЕД4. Андрей предпочёл сыграть ЕД4. Я сыграл СБ6. Ну, что хотят чёрные? Чёрные хотят разменяться и получить более хорошую позицию за счёт того, что они быстрее выйдут в центр. Ну, и здесь Андрею лучше всего было сыграть ДЕ5, и были возможны три варианта. Два теоретических, и один вариант, найденный мной с помощью программы Тоша. После хода ДЕ5 были возможны три хода. Первый ход ДЦ5 теоретический. Но, обратите внимание, чёрные угрожают выиграть шашку. То есть, отдать одну, забрать две. Поэтому ход ЕД6 вынужденный, белый. И у чёрных есть два варианта. Либо меняться СБ4, либо играть СД4. Если чёрные меняются СБ4, белые жертвуют ещё одну шашку. Ну, и как бы чёрные не били, в эту сторону или в эту, белые играют затем ДЦ3. Ну, и получают позицию нисколько не хуже. То есть, абсолютно равная позиция. Если чёрные играют СД4, то тогда возможны два варианта за белых. Можно упростить позицию, провести вот такую разменную комбинацию. Отдали три шашки и забрали три. Вышли на придамочное поле. Вроде бы кажется, что чёрные должны проиграть. Но чёрные жертвуют шашку и проводят такой ударчик по затылку. То есть, комбинация и контркомбинация. Ну, и создаётся абсолютно равная позиция. Как говорится, на этом борьба заканчивается. Можно не проводить эту разменную комбинацию, а сыграть тоже ФЖ5. Ну, и как бы чёрные не били, допустим, сюда. Также играем ДЦ3. Ну, и получаем позицию тоже нисколько не хуже за белых. Если же чёрные играют в этой позиции не ДЦ5, а БЦ7, то возможен, во-первых, размен ФЖ5 с хорошей позицией у белых. Ну, кроме того, возможен ход БЦ3. И сейчас уже чёрные должны играть точно. Например, ход БЦ5 проигрывает из-за размена ЦБ4. Ну, и обратите внимание, ход ЕФ6 невозможен. Почему? Потому что белые проводят комбинацию. Играют ЦД2, ФЖ5. И выбивают важную шашку Д6 у чёрных. И сами проходят дамки с выигрышем. Если же чёрные не нападают ЕФ6, а куда ещё играть? Расстерётся только АБ6. Ну, на АБ6 уже играем ФЕ3. Ну, и как играть чёрным? Нападение ЕФ6 опять невозможно. Потому что делая с игрой ЖФ2, ФЖ5, ну, опять выбивают шашку. И проходят в дамки. Естественно, такого хода нет. Остаётся играть БА5. А на БА5 опять проходит комбинация. Ну, можно, конечно, и ЦД2 сыграть, но можно блеснуть комбинацией. Играем ФЖ5. У чёрных есть три варианта рубки, но все они проигрывают. Ну, естественно, сюда не побьёшь. Белые пройдут в дамки. Если бить, допустим, в эту сторону, то мы просто бьём сюда и проходим в дамки. Естественно, так не получится побить. А если чёрные бьют сюда, то мы играем ЦД2. Ну, и опять как бы чёрные не били. То есть сюда побьёшь. Мы бьём сюда. Остаётся бить сюда. Мы тогда выбиваем шашку Д6 опять. И проводим уже знакомую нам комбинацию с выигрышем. Учитывая все эти варианты, конечно, ДЦ5 и БЦ7 это не лучшие входы, и компьютер вообще предлагает играть АЖ5. Ну, и как бы белые сейчас не били, позиция у чёрных будет не хуже. То есть если бьют сюда, бьём сюда, допустим сюда, сюда. У чёрных явно не хуже. Да, у них есть отсталая шашка на А7, но у белых тоже на А1 застряла шашка. Если же белые бьют в эту сторону, то мы бьём на поле Ф4 и создаётся острая позиция. Ну, в принципе, шансы тут равны. Как говорится, победит тот, кто лучше играет в шашки. Ну, мой соперник Андрей Патрушев вместо ДЕ5 сыграл ДЕ3. Но этот ход, наверное, похуже будет. Я тут же разменялся назад, так как белые грозили поставить тычок. Андрей развивает свой сильный левый фланг. Я подтягиваю отсталые шашки ближе к центру. СД4, ДЕ5. Андрей занимает центр. Я тут же его связал. АБ2, СД6. Ну, здесь, в принципе, я бы, наверное, на месте Андрея сыграл БЦ3. Но Андрей поставил мне такую ловушечку. В принципе, в блице ловушки ставить не возбраняется, но только если они не портят позицию. А в данной позиции этот ход, конечно, уже портит ее. То есть, белые ловят черных вот на такую ловушку. Детская, но все равно в блице можно попасться. ДЕ5 тогда последует. ДЕ5. Ну, и белые отдали три шашки, а забрали четыре и должны победить. Естественно, я в эту ловушку не попался. В этой позиции я разменялся назад. Ну, черные за счет разменов назад как-то, получается, консолидируют свои силы. Белые, конечно, могут занять центр, но он такой рыхлый. Плюс отсталая шашка на H2. Теперь черные играют вот как раз на нее, на эту слабость. БЦ3 последовало. ЖФ6, СД2. И здесь я сыграл СБ6. Ну, видите, если белые теперь сыграют СД4, вроде заняли центр, но я опять его связываю. То есть, как-то уже так играть уже не вариант. То есть, белые не могут пойти СБ4, потому что я разменяюсь вперед и поставлю рожон очень сильный на поле С3 и выиграю. То есть, а если, допустим, СД4, ДЦ5 как-то ФЕ5 сыграть, я сыграю ФЖ5, Е5 выигрываю, потому что такого нападения нет. А после хода ДЦ3, разменяюсь назад, ну и, скорее всего, эту шашку Е5 тоже выигрываю. Плохая позиция у белых. Поэтому в этой позиции Андрей сыграл ФЖ3. Я пошел БА5 и Андрей сыграл ЖЖ4. Тут я ответил ДЦ5. Ну, что хочу я? То есть, если белые сейчас разменяются СБ4, допустим, сыграют ЕД2, я сыграю просто ФЕ7, то есть, гражу провести комбинацию ДЦ5, ФЖ5 и пройти в дамки. Поэтому приходится белым играть ФЖ5. Ну, как видите, ход ДЦ3 уже невозможен. Как раз тут становится очевидной слабость шашки H2. Черные сыграют просто ДЦ5, ну и рано или поздно у белых закончится ходы, и они проиграют. Поэтому им придется разменяться ФЖ5. Я разменяюсь назад. Ну и, как видите, тоже шашки черных, ближе расположены к центру, я получу преимущество. Андрей рассчитал эти варианты, поэтому не стал меняться СБ4, я разменялся ФЖ5. То есть, оставляя колоночку вот эту вот. И, видите, у меня сейчас нет хода БЦ7 из-за СБ4. Ну и ФЕ5 ход невозможен. Остается, по сути, единственный ход ДЦ7. И теперь Андрей меняется. Ну, сюда бить не вариант. Белые прорвутся по флангу. Приходится бить на поле Е5. Ну и Андрей здесь уже признался после партии, что считал эту позицию ничейной. АЖ3, ЕД4 я сыграл. Ну, грожу поставить рожон на поле С3. Ход ЕД2 вынужденный. И после хода БЦ7 Андрей думал, что уже партия 100% закончится в ничью. Здесь он разменялся. И я играю СБ6. Ну, что опять хочу я? Если белые сыграют АБ4, я займу центр ходами ФЕ5, ЕД6 и БЦ5. То есть, вытесню белых на фланге и буду опять атаковать. Поэтому Андрей увидел эти варианты и сыграл ЕД2. Я играю БЦ5. Опять, смотрите, ловушечка. То есть, ДЦ3 уже нельзя пойти. Я играю, потому что СД4. Размен 2 на 2. Ну, а позиция в пользу черных. То есть, так, 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 так. Черные легко выигрывают. Поэтому у белых остается единственный ход, по сути. ДЕ3. Я играю ФЕ5. Ну, и здесь Андрей ошибся. Цветноте уже находился. Ну, я еще говорю, у него температура все-таки была ночью 39. То есть, человек находился не в лучшей физической форме. А здесь Андрей разменялся. Ну, и после такого размена выяснилось, что позиция 2 на 2. То есть, черные легко выигрывают. Тем не менее, все кажется вроде бы логично. Тем не менее, у белых еще была ничья. ДЕ3, ФЕ5, ЖС6. Вот здесь, на нападении ЕД4 у белых еще была ничья. То есть, вместо размены ЕФ4 надо было сыграть все-таки ЖС6. И после нападения ЕД4, вот это в расчете Андрей не заметил, была так называемая двойная присоска. То есть, белая игра от АЖ7. В эту сторону бить бесполезно. Белые поставят дамку, обрежут шашки черных. Ну, и позиция станет ничейной. То есть, приходится бить сюда. И теперь белая игра от АВ4. Ну, и как бы черные не били, то есть, в эту сторону мы сюда побьем. Если сюда, то сюда. Ну, и позиция становится ничейной. То есть, у Андрея была ничья. Прямо-таки учебная партия получилась. Во второй партии микроматча последовали следующие ходы. Но я не захотел повторять первую партию, поэтому разменялся ЦБ4. Можно бить в центр, но я предпочел бить на фланг. Тоже хороший размен. Андрей сыграл ФЖ5. И тут тоже можно было за белых сыграть БЦ3. Но я предпочел поставить так называемый тычок. То есть, шашка белых вроде бы кажется, что подвержена окружению, а таки на самом деле вот этот план не проходит. То есть, с ходом ЦД6. Надо было играть ЖФ6. Ну, это теория. Все. Можете посмотреть. Курс шашечных дебютов. Литвинович Негра. Страница 220. Там все есть. То есть, Андрей сыграл ЦД6. Все-таки как-то пытался обострить игру. То есть, первую партию он проиграл. Я сыграл БА3. Разменялись. БЦ7. АБ2. Андрей атакует фланг. Ну, как выяснится позже, он в этой позиции разменялся. И я уже здесь сыграл АСЖ3. То есть, хотел напасть. ЖФ4. Андрей здесь сыграл ЖФ4, не давая этого хода. И я сыграл ЕД4. То есть, хочу опять сыграть таким образом. Поэтому Андрей разменивается. Не дает мне упор для размена. Ну, и здесь я сыграл ФЕ5. То есть, все-таки белые вырываются на свободу и получают преимущество. Андрей здесь разменялся вперед. И я вышел на поле Ф4. То есть, у черных остались две пассивные шашки. АСЖ4 и АСЖ6. Три сильные шашки белых на поле Ф4. У белых огромное преимущество. Но, тем не менее, выигрыша нет, как оказалось. ДЕ7. ФЕ3. ЕД6. ЕД2. Андрей напал. ФЕ5. Я закрылся. Ну, и в этой позиции, как оказалось, все-таки есть еще ничья за черных. Андрей расстроился. Это была вторая партия. Ну, и все-таки не заметил ее. Если бы первую партию он сыграл в ничью или выиграл, то, скорее всего, он бы нашел ничью. Андрей отдал шашку. Ну, АСЖ3 нельзя идти из-за ЕД4. Поэтому пришлось сыграть ДЕ5. Сейчас уже я не могу идти в дамки из-за ЕФ4. Но мне это и не надо. Я просто сыграл ДЦ3. Ну, и Андрей здесь уже, в принципе, сдался. То есть, сюда не пойдешь из-за нападения. А если размениваться, то я просто играю СД2. И, как говорится, куда бы черные не пожертвовали шашку, я провожу все три шашки в дамки, строю треугольник Петрова и легко выигрываю. Но все-таки в этой позиции ничья еще у черных была. Тяжелая, сложная, но была. Для этого надо было сыграть СБ4. Ну, ход ЕД4 вынужденный. И теперь черные жертвуют шашку и прорываются. Ну, я тоже иду в дамки. Ничего страшного. ЖФ2 нельзя из-за простого ДЦ3. Поэтому приходится играть ЖФ2. Ну, и теперь, друзья, как бы белые не играли, все-таки позиция становится ничейной. То есть, если я нападаю на две шашки черных с поля Ф8, тогда черные ставят дамку на поле Ж1. Побили, побили. Да. Ну, придется все равно сыграть ДЦ3, чтобы занять большую дорогу. Затем мы вытесним дамку черных. Возникнет тяжелейшая для защиты позиция Сокова, но она все-таки ничейная. В одном из видео я разбирал эту позицию, по-моему, с Евгением Кондраченко как раз в матч. Ссылочку оставлю в верхнем левом углу. Так. Если же в этой позиции белые не ставили дамку на Ф8, а нападали на две шашки, то черные отдают шашку, ставят дамку, ну, и как бы белые не играли, позиция становится ничейной. То есть, если белые ставят дамку сюда, то черные отходят. Размена, видите, этой шашки нет. Если белые сюда ставят, то черные опять отходят, ну, и отсюда нападения тоже нет. То есть, черные либо обрезают шашки белых по двойнику нижнему, либо проводят вот эту шашку в дамке, и позиция становится ничейной. Скорее всего, то есть, в этой позиции лучший вариант за белых атаки был именно ЕД4, жертва. И лучше всего было ставить дамку и получать позицию сокова. То есть, атака тут серьезная идет, и в цветноте, в блице можно было победить. Друзья, вот такие получились интересные партии. Вдвойне, конечно, приятно, что я одержал победу именно вот на чемпионате по молниеносной игре, потому что в прошлый раз я занял лишь четвертое место. В этот раз все-таки стал чемпионом. Если вам понравился разбор данных партий, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok